Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть здание! Утренний шоппинг в строительном магазине прервала пожарная сигнализация. Все покупатели и продавцы вынуждены срочно покинуть торговый зал. Рядом с пожарными выходами не должно быть никаких препятствий. Сотрудников МЧС смущает, что на пути эвакуации стоит искусственный цветок. Спустя несколько минут весь персонал и посетители торгового центра уже на улице. Вы знаете, как действовать при пожаре? Да, конечно, знаю. А как? В качестве продавца я должен сначала при пожарной тревоге вывезти всех продавцов, покупателей из магазина. И после того, как убежать, что никого нет, выйти самому. И дополнительно есть люди, которые отвечают за тушение пожара у нас в магазине. При срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре включается система дымоудаления. Автоматически открываются окна. Останавливаются все лифты и эскалаторы. Добровольной пожарной дружины здесь нет. По заявлению ответственных за противопожарную безопасность, персонал прошел соответствующий инструктаж. В целом проверка показала удовлетворительные результаты системы противопожарной защиты, системы оповещения, сигнализации, системы дымоудаления. Мы свои функции выполнили. Замечания также касаются инструкционных путей. И от моментов необходимо устранить касаемое содержание путей, световых, табло выход, непосредственно над инструкционными выходами. Все системы отработали хорошо противопожарные. Единственное, есть небольшие замечания по табличкам, по документам, по созданию пожарной дружины. Действительно, так как мы первый раз сталкиваемся с такими проверками, и новый центр, на что все, конечно, вот эти вот замечания мелкие мы отработаем. За последние две недели проверки систем противопожарной безопасности прошли почти во всех торговых центрах города и района. Можно отметить, что серьезных, таких больших глобальных нарушений не выявлено. Все торговые центры показали удовлетворительные результаты системы, все в работоспособном состоянии. Даже и замечания-то, в принципе, похожи по каждому торговому центру. Они незначительные и устранимы в процессе. По итогам проверки прокуратура направит в адрес руководства торгового центра предписание, в котором будут указаны все нарушения. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, Связис ТВ. Продолжение следует...